Люди с нарисованными требованиями штурмуют здание город-администрации уже полгода. Плакаты гласят, орловчане против уплотнения жилой застройки. Завелечить процент застройки. Даешь дешевый квадратный метр городу. Мы требуем распространения и увеличения постройки по городу Орлов. Процент застройки, который сейчас у нас действует в городе, он влечет за собой то, что себестоимость жилья, она остается достаточно высокой. И лишь первому заместителю председателя облсовета Михаилу Вдовину и депутату горсовета Петрову, спешащим на ноябрьскую сессию, есть дело до пикетчиков. Вы за или против? За увеличение процента застройки. А, за увеличение коэффициента влогерзастройки. Процента застройки, да. Вы можете мне объяснить, а в чем это? Скажите, я не могу разобраться в этом. Почему это нужно увеличивать? Объясните. Потому что земельный участок будет представляться меньше площади. Соответственно, он будет дешевле. И квадратный метр будет у нас дешевле. Вопрос о внесении изменений в правила землепользования городского округа, как раз против него выступают пикетчики, на сей раз значился в победке дня. Оказалось, ненадолго. Люди, выступающие против, они не понимают сути проблемы. Понимаете, в чем дело? Я же им говорю, ребят, ну поехали, посмотрим, что вас тут не устраивает. Тогда скажите, выскажите свою точку зрения. Так никто ж не видел. Орловские застройщики предлагают депутатам горсовета вдвое увеличить процент жилой застройки. Вместо 0,13 сегодняшних принять за основу 0,27. Причем коэффициент предлагается лишь закрепить документально. Строители областного центра возводят жилье по нему уже не первый год. Примером такой плотной застройки послужат пять домов на пересечении Горького и Карьерной. Что это такой коэффициент застройки? Это отношение площади дома к площади участка, который выделен под строительство. Вот здесь микрорайон, мы который строим, стоят сейчас пять домов. Средний коэффициент застройки получился от 0,23 до 0,25. Что же дома эти выстроены с превышением норматива? Нет строительной нормы и правила. Настольная книга всех застройщиков гласят, коэффициент жилой застройки может составлять до 0,4. В редком регионе он прописан документально. В Белгороде, например, процент составляет 0,3, столько же в Курске и Брянске. Нормы на озеленение, нормы на детские площадки, нормы на стоянки, на пожарные проезды, они не дадут сблизить и уплотнить до каких-то пределов, невозможных пределов, в которых жить нельзя будет. И детские площадки, и места для парковки автотранспорта, и квартальные проезды на экстренный случай. Здесь все предусмотрено. Именно по такому принципу, казалось бы, уплотненной застройки сегодня в Орле построены порядка двух десятков высоток. И непринятие повышения коэффициента жилой застройки тормозит введение в эксплуатацию этих 20 домов. А кроме того, не позволяет застройщикам включиться в программу сноса ветхого и аварийного жилья. Виктория Юркова, Константин Тимиргалеев, телеканал Первый областной.